Музыка Здравствуйте! Меня зовут Александр Пасечник. Как вы видите, я только приехал на 13-ю программу Масса Ариэль. А давайте-ка посмотрим, что здесь было до моего приезда. Добрый вечер, уважаемые участники и гости программы. Сегодня мы все собрались здесь, чтобы уже в который раз поприветствовать всех в этом замечательном... Именно так началась церемония открытия 13-й Массы. С напутственными словами к ребятам обратилась директор программы Инна Роднянски, а также представители университета в лице Михаила Зинеграда и профессора Ницца Давидович. Поздравили с открытием также представители Натива. Почему вы вернулись на Массу? Ну просто... Что просто? Просто такая сильная любовь. Именно эту любовь и выразили в своем выступлении второкурсники. И попытались передать ее тем, кто только начинается путь на программе. Порадовали талантами и новички, среди которых оказалось немало музыкальных дарований. Уже доброй традицией стали выступления выпускников. А завершил концерт, конечно же, настоящий хит «Моя масса». А вот так проходил наш первый шаббат, на котором, помимо вкусной еды, конечно же, присутствовала и пища духовная. А в Тубешват, Новый год деревьев, хор Массы Аниве Ата, отправился в пансионат престарелых, где наших хористов, как всегда, встретили очень тепло. Хотя в этот раз они стали не единственным украшением праздника. Так, два литра воды. Есть. Документы. Есть. Удобная обувь. Есть. Взять что-нибудь с собой из еды. Блин, не зря с рук, смотри. Так. А, вы не обращайте внимания. Я просто готовлюсь к нашей первой поездке в Иерусалим. Что-то забыл. Камера. Всем шалом. С вами спецкор Масса Нон Стоп, Валерия Рузенблит. И мы в Иерусалиме. Для сегодняшней поездки я запаслась всем необходимым. У меня есть ручка и листочек. Для того, чтобы записать записку и положить ее в стену плача. Субтитры сделал DimaTorzok. Прямо за моей спиной сейчас находится Котель Муарави. Она же западная стена. И из нее же торчит самая большая арка древнего мира. Наполеон бы завидовал. Шапочки для купания взяли? Ну, может, хотя бы мочалки? Эх, ну ладно. Все равно это нам здесь не понадобится. Потому что миква – это древняя купаль для омовения, в которую заходили обнаженными. Место обеда изменить нельзя. Если вы когда-нибудь были на Таглите, вы, наверное, помните, как вам сюда привозили пиццу, сэндвичи, ну или еще что-нибудь вкусненькое. Масса тоже решила подкрепиться. Сейчас мы увидим, как это было. Ну что ж, стипендия уже на карточке. Самое время делать покупки. И где, как не здесь, в торговом центре, которому уже полторы тысячи лет. Иван, как вам впечатление сегодняшней с июля? А почему на вы? Не, слушайте, но с июля вообще классный получился. Погуляли по Иерусалиму, посмотрели на все древние места. Гид у нас вообще суперклассный. Вот такой мужик. Наконец-то достигнута главная цель нашего путешествия. Сейчас мы находимся на Махане-бен-Ягуда, главном рынке Иерусалима. Тысяча вкусностей ожидает нас здесь. Велкам! Представляете, прямо сейчас я сижу на паре. И не просто на паре, а на паре по ивриту. Блин, я тут вообще ничего не понимаю. Добрый день! Сегодня мы в гостях и преподавателя по ивриту Марки Есмин. Здравствуйте! 14 лет, 25 лет, когда Алиарх, первая Алиарх, пришла из России, я учила Иду, они пришли из... Почему вы выбрали Исюга? Я люблю это. Для всех! Алим, 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 алим! Миротзе! Урлайн, алим, 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 алим. Их было, когда я ищу, июля, ищу. Это было замечательно, чтобы посмотреть, что после Алимпан, я начну работать. Я не знаю, что я люблю. Я люблю работать, чтобы было... Это было... Мирикл для меня. И что類-то студенты вы любите больше? Это молодые студенты или молодые? Это же самое. Это же самое? Прежде всего я работал с молодыми людьми. Потому что люди из Израиля. И теперь они молодые. Если они здесь, я принимаю время, и использую время, и изучаю Ибру, и не знаю Исраиля. Это очень важно для меня общаться с людьми, общаться с Исраилами, не только в России, но и в Исраиле. я Вас я еще посмотри.... Я А сэшалом, я это Шалом, шалом Алейну, веак в Исраиль! Я был шалом, я это шалом, шалом алейну, веак в Исраиль! Всем привет! Прямо сейчас я нахожусь в самом крутом ночном клубе Тель-Авива. Коктейли, девочки, танцы до упада. Ну что, ты на паре идешь? Да-да, иду. Кстати, вы можете выложить свое интересное видео в нашей рубрике «Сам себе режиссер». «Сам себе режиссер» «Сам себе режиссер» Ладно-ладно, не буду вас больше мучить, а лучше выступлю это место людям, которые действительно умеют играть на этом инструменте. Встречайте, Леонид Дрожков и Марина Фридман. С каких лет ты занимаешься музыкой? У меня насильно отдали всем лет. Типа, знаете, когда приходишь вот так, и чувака, что это такое, что это за белое, что это за черное, оно еще и производит звук, но это классно. А потом втягиваешься, втягиваешься, и пошло-поехало. Музыка была с первых дней моей жизни. Когда мне исполнилось 7 лет, это было довольно-таки понятно, что я пойду в музыкальную школу. Сейчас какая твоя профессия? У тебя есть образование? Я выучился в музыкальной школе 7 лет. Потом меня оставляли на год, потом еще на год, как отличника. И поняв то, что надо либо чего-то делать, я поехал в университет к себе и поступил на бакалаврат на учителя музыки. И учусь там параллельно, вот сейчас еще, вот скоро поеду сессию сдавать. Вот, и потом я закончила на мою школу, логично было, что я дальше пошла в музыкальное училище. И мечта каждого музыканта, который поступает в музыкальное училище, поступить, конечно же, в консерваторию. А сам вот свою музыку ты начал во сколько лет писать? Мне было тогда лет 12. Это был момент, когда никого не было дома, и моим первым слушателем был мой папа. Им понравилось? Ну да, он плакал что-то всегда. Где-то в возрасте 11 лет я начала сочинять музыку. То есть все свои какие-то внутренние проблемы я давала в лавишу. А ты можешь любую мелодию наиграть? Главное, чтобы я ее четко услышал. А есть какой-то музыкант, который тебя вдохновляет, которым ты хотела бы похожего быть на него? Кот Балу. Алла Загатевич, композитор, человек, который нас считал с этого курса, курс электронной музыки. То есть она открыла для меня новый мир. А если бы ты захотел хоть как-то придумать этот стиль, сказать людям, вот я пишу то-то, и то-то, как бы ты ее назвал? Я бы назвал музыка потерянных сердец. Когда я закончила консерваторию, мы все знали о таком гранде, как называется, город Гауде-Полоне. То есть это стипендия Министерства культуры Польши, которая дается людям искусства. Я поехала, то есть мой проект, реализация была в Кракове, в Польше. Вот я там делала свое произведение для струнного маркетита электронного. Ну а что ты в будущем хочешь делать? Есть не мечта, и есть просто какой-то, ну типа, эй, чувак, было бы классно. Не, ну на самом деле было бы классно, чтобы я сейчас пошел и сыграл с Вакарчуком на одной сцене. Я хотела бы дальше делать свое дело. То есть сочинять свою музыку. Потому что когда я ее сочиняю, то есть сам процесс приносит настолько много удовольствия. А вот скажи, если, например, человек хочет заниматься музыкой, там, ну и учиться играть на пианино, что ты ему можешь советовать? Знаешь, как говорят, любви все возрасты покорны. Аналогично. Если ты хочешь играть, иди играй. Если ты хочешь петь, иди пой. А сейчас вашему вниманию представляются тизы рубрики хэштег, которые совсем скоро выйдут в полном формате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, я никогда не выучу этот язык. Мы поможем тебе. Вы что такие? Мы Алиф и Бет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛЕХОЛЛ ЛЕХОЛЛ Лишен Что ж, вот и подошел к концу выпуска Мы уже увидели, что было А что будет дальше, мы увидим в следующем Все будет нон-стоп А что будет дальше, мы увидим в следующем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok